Обычно в прогулках по городу мы рассказываем о дореволюционных бревенчатых особняках, которые располагаются в историческом центре Челябинска. Но этот дом – исключение из правил. Особняк Юдиной находится там, где до революции была окраина. Сейчас эта улица – Красноармейская в Центральном районе. Вот так поменялись границы города за сотню лет. Улица Солдатская теперь, Красноармейская. Вот такое наследование, название произошло. Рядом Солдатская площадь была. И это дворовое место принадлежало священнику Аврамову. Был такой в Челябинске. Потом он умер, осталась вдова. И вдова священника продала дворовое место с небольшим деревянным домом. Вот Проскоя Федоровна Юдиной. И она в 1900-е годы, в самом начале 20 века, построила этот особняк невероятной красоты. Исторических сведений о Софье Юдиной сохранилось мало. Из документов известно, что большую часть придворных построек составляли бани и прачечные. Поэтому историки сделали вывод, что хозяйка особняка выполняла прачечные работы на заказ. И, видимо, бизнес шел хорошо. За несколько лет Софья Юдина отстроила самый настоящий теремок по мотивам деревянного зодчества. У дома три высокие башни со шпилями, которые придают динамики главному фасаду. Резные ставни и двери. Завораживающий взгляд. Проходя мимо этого здания, невольно замедляешь шаг, чтобы рассмотреть богатое архитектурное убранство. В начале 20 века это был самый дорогой дом по улице Солдатской. Его оценивали в тысячу дореволюционных рублей, в то время как лачуги по соседству стоили лишь около 300 рублей. Особняк Юдиной построен на невысоком цоколе из дикого камня. Вот мы здесь его видим. Он деревянный, высокий сруб, срубленный в лапу. Вместо стыка бревен закрыты пилястры, вот эти деревянные доски. Примечательной деталью являются наличники, богатые, декорированные, разнообразные формы с высоким кокошником. Это место на улице Солдатской могло стать перспективным. Прямо напротив особняка Юдиной начали строить храм апостола Иакова, но не успели. Пришедшие после революции большевики разрушили своды недостроенного храма. А затем обратили внимание на особняк. Как итог, Софью Юдину раскулачили, а ее имущество муниципализировали. Другими словами, сделали достоянием городских властей. То есть национализировано перешло в собственность города и использовалось как жилье, как жилые помещения. Потом в 90-е годы здесь фирма располагалась коммерческая. Короткое время это здание принадлежало Союзу журналистов Челябинской области. А теперь здесь располагается Центр развития туризма Челябинской области. Почему оно уцелело? Это архитектура. Это богатая резьба по дереву и оформление главного фасада. Потому что и вокруг были тоже деревянные дома, но, как мы видим, они не сохранились. Сегодня дом Юдиной ничего не угрожает. Здание – объект архитектурного наследия и охраняется государством. А значит, как бы сильно не менялся город в ближайшие десятилетия, будущие поколения челябинцев смогут увидеть этот старинный особняк начала 20 века в том самом виде, в котором он находится. Сегодня Дмитрий Лазарев, Антон Захаревич, ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова